Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Николай Голдов. Сегодня в 16.00 в галерее 6 этаж открывается выставка «Вид из окна». Это продолжение проекта «Холст масла», который ведет фирма «Белорусский лен Иванова». Мы уже рассказывали о том, как в начале лета эта фирма предложила группе художников съездить на промышленный пленэр, порисовать колхозников, трактора, индустриальные предприятия. По итогам пленэра уже состоялась одна выставка, в декабре планируется более крупная, в художественном музее. Но у этого проекта есть, так скажем, и попутный результат, ведь настоящего художника нельзя ограничивать в теме. И даже приезжая на промышленный пленэр, они нет-нет, да и нарисуют привычный природный пейзаж. Рассказывает куратор проекта «Холст масла» Татьяна Бертникова. Собрались 12 художников из Иваново, Костромы и Ярославля и отправились работать на сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Был такой. Но начиналось-то все у нас с чего, с пленэра в плесе, в разгар сельскохозяйственных весенних поселенных работ. Техника в полях, художники готовы. Через два дня мы решили посмотреть, что же у них получилось. И получились у них вместо сельскохозяйственных тружеников очень красивые пейзажи. И пейзажи, само собой, в силу плохой погоды, сделаны в основном из гостиничных номеров. Оказалось, что художники в быту от них, художников мало чем отличаются. Они также подходят к окну, первым делом осматриваются, выглядывают. Вот следующий шаг их отличает от нас. Мы хватаемся за телефон, как правило, и начинаем всем рассказывать. Вы не представляете, какой здесь вид из окна, какая Волга. А не хватает то, что есть под рукой. Это уголек, карандаш, кисть, ручка. У кого что есть, кусок бумаги. И зарисовывают то, что видят. Оказалось, тема близка всем художникам. И решили мы создать такую выставку. Только не силами наших участников пленэра, а пригласили больше участников. И у нас набралось 20 человек. Это и опытные художники, и молодежь. И окна у них тоже совсем разные. Окна дома, окна гостиницы, куда приезжали отдыхать. Окна иллюминатор, вид из иллюминатора. Так что выставка будет, я думаю, интересная. А помещение нам любезно предоставил Куманитарный факультет Ивановского государственного химико-технологического университета. Выставка будет проходить в Мастерской современного искусства, 6 этаж. Это Шереметьевский проспект за памятником Есенину. Да. Я так понимаю, что там в реальном помещении-то нет окон. То есть вы в глухое помещение насытитесь своими окнами. Это мансард, да. Окна смотрят вверх, и обычно у них вид из окна. Закрыты они. Да. А в этот раз у них будет очень много видов из окна. Татьяна, и назовите фамилии художников, которые принимают участие. Да, я назову только несколько человек, самых, наверное, активных. Это Владимир Маяковский, Александр Климохин, Светлана Кузьмичева, Константин Васильев и, не забуду, нашего ярославского друга Андрея Жвакина. Выставка «Вид из окна» открывается сегодня в галерее современного искусства, шестой этаж, Шереметьевский проспект, 27. И во время вернется же, начало в 16.00, прозвучит песня, написанная специально по случаю этого события. Но вы, уважаемые радиослушатели, услышите ее первыми. Исполняют школьники, начинающие музыканты, поэтому простим возможные погрешности. Ну и встретимся на выставке. Бумага есть, наточен карандаш, готовы кисти масла. И тема для картины определена, скажи мне, что ты видишь из окна. Зеленый двор напишет пейзажист, лицо в огне напротив, портретист. Запечатляет раму монументалист, супрематиста ставит белый лист. Взгляни в окно и нарисуй, что там, смешную сценку или старый флам. Характер появляется на полотне, скажи мне, что за вид в твоем окне. А в жизни окна вызывают спор, кому их мыть, какой рисунок штор. Про место у окошка или коридор, да окна это долгий разговор. Про Windows расскажет программист, окно в Европу назовет тарист. Окошко в просписании вспомнит лицист, с улыбкой промолчит овен турист. А мы с тобой построим общий дом, и чтоб царило понимание в нем. Не тратя слов, к окошку подойдем, где в отражении только мы вдвоем. Продолжение следует...